хорошо нормально вот да 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 хороший был посыл также сделай вот молодец не затягивай в отрыв хлестки чик-чик и ушел вниз вот бодренько вас приветствую я захаров александр тренер по тяжелоатлетики сегодня увидим тренировку в том же составе владимир городинов где зря на вас ген и марашов сейчас ребята разминаются делают специальную разминку специальная разминка это разминка с палочками грифом напомню егезарян у него второй юношеский разряд мурашов первый взрослый и городинов первый юношеский разряд мурашов сейчас выполняет рывковую протяжку в сет штангу нужно опускать на плечи то есть до касания плеч он этого не делает в этот раз тренировка немного короткая у городинов ягезаряна городинов типа травмирован у него он сейчас проходит обследование поэтому кто смотрит все вот эти выпуски и тренировок не удивляйтесь что он будет все время поднимать из плентов и в стойку размеры разминается мурашок даниил вот в этом движении я советую не складываться с маленьким весом с грифом в выполнении упражнения потому что чрезмерное вот это напряжение мышечное ну не дает почувствовать движение штанги и мышцы работают немного по-другому чем с более тяжелым весом поэтому если уж и выполнять быстро там или вкладываться это сам подрыв а когда понимаем поднимаем до подрыва я рекомендую наоборот скорость уменьшить и акцентировать внимание свое внимание я имею ввиду внимание спортсмена на его углах это я городинову владимиру объяснил почему с плентов поднимать легче чем с помоста грандинов делает толчковую протяжку на грудь дата закончил 8 и плюс жим с груди даже как от этих дополнительных упражнений и вот городину я объяснял почему легче поднимать с плентов когда штанга стоит на плентах что гриф находится на уровне колей и спортсмен остается просто выполнить взрывное усилие для подъема штанги вверх когда мы поднимаем помостом то спортсмен выполняет еще дополнительные движения выполняет амортизационный подсет дополнительное движение это до колен подъем то есть усилий тратится гораздо больше и городина владимир он вообще толкает в разножку ножницы и сейчас так как проходит обследование пока не рекомендуется ему загружать ноги и он какое-то время будет выполнять шум ему по сравнению с другими спортсменами из нашей команды ему подходит это движение то есть есть включение в плечах необходимое прогибание в поясничном отделе то есть такой универсальный универсальный спортсмен который может выполнять и толчок при помощи ножниц и способом лечения хочу обратить внимание что когда делаю протяжку на грудь вот который делал владимир городинов в стойку линтов нужно следить за оборотом рук чтобы локти смотрели не вниз вперед даниил делает рывок в стойку немножко прыгать назад слабый разгон до колен вот владимиру нужно штангу опускать чуть ниже до колен потому что во первых хват толчковый соответственно подрыв выполняется толчковым гораздо ниже рывкового то есть ниже и он поднимает тягу где-то чуть ниже середины бедра то есть практически выполняется движение взрывное здесь нужно немножко поработать еще и ногами то есть небольшая такая связка подъем за счет ног и включение подрыва то есть желательно отрабатывать не какой-то один или нет а связки чтобы потом при полном движении не было там ни остановок ни пауз да небольшая небольшая ошибка у даниила он во время подрыва затягивается сам конечную часть подрыва а нужно выполнить резко подрыв и сразу ход в сет почему спортсмен отпрыгивает назад когда он начинает поднимать штангу то своим за счет подъема он штангу направляет движение назад во время подрыва выполняет прогибание тоже назад и отталкивается получается тоже не вверх это я даниилу объясняю почему не надо задирать таз ну вот продолжение почему напрыгивает то есть все его движение направленное прогибание назад движение прогибание назад а нужно смещаться в сторону крышка как бы вверх назад и оставлять ноги в сторону естественно это ошибка и серьезная потому что вес растет и спортсмен не может каждый раз контролировать на какую на какое расстояние он прыгает назад чтобы ему нарабатывать те усилия чтобы в определенном месте подхватывать ловить штангу в сене потом ты садишься а тебе надо раз ты опустил и сразу пум видишь вот эта работа нужна а не это понимаешь и так же ты ее поднимаешь там чик вот так вот и потом спину эту ну здесь без комментариев все понятно и так казалось бы просто тяга но тяга это продолжение классического упражнения и нужно так же внимательно следить следить за углами за правильным выполнением здесь видим разножка немножко кривовато у Даниила нужно переднюю ногу немного развернуть чтобы корпус у него не в бок влево разворачивался а смотрел прямо ты корпус поставь прямо ногу тоже прямо а пяточку вывернили я рекомендую при обучении толчка способом ножницы учиться разворачивать с разворотом пятки наружу задней ноги и небольшим разворотом наружу передней ноги а а потом уже по мере освоения техники повышение квалификации спортсмена уже менять ее в сторону там например прямых постановок ног почему это именно так я рекомендую потому что увеличивается и площадь опоры и применяемые усилия для опоры и пока спортсмен не понял как именно ему удобно если делаешь так то уже в более глубокий уходить когда уже тренер или ты сам в зеркало видишь что действительно уже уход всех более глубокий чем обычно уже тогда допустим если надо там пять раз а это на четвертом тогда только четыре раза делается то есть такой как бы ограничитель визуальный либо повторить глубокий уход но там может получиться ситуация что просто будет еще вызовет больше чем ниже а ниже куда там в этот шпагат вспомни рука это я без него до какого положения нужно расставлять ноги как можно шире чтобы понимать при когда идут многоразовые подъемы что допустим и нужно пять раз поднять и чтобы было понятно что на третьем на четвертом разе уже достаточно прекратить поднимать штаны в это положение когда ты ноги ставишь правильно переднюю и заднюю ты ровно у тебя и размножку получаешь когда ты делаешь неправильно у тебя это сюда смотрит и это разворачивается весь свой корпус ага вот 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 Данил выполняет вот вот передний наверное и ухватывается тоже эффективное упражнение вот так Важно акцентировать внимание именно на уходе, а не на работе руками. И тогда это хорошо отрабатывает расстановку ног, влияет на скорость расстановки ног, на четкость постановки ног. И спортсмен понимает, когда опаздывает со скоростью, он просто не успевает, и это чувствует, и исправляет. Сейчас Данила выполняет швунг толчковый. Смотри, ты садишься. На, постарайся. Понял? Паузу, чтобы внизу не было. Резкости немного не хватает, нужно стараться максимально выполнять взрывные усилия ногами. Ну, тут мало одного только желания, тут, в принципе, нужна наработка. Многочисленная наработка за счет прыжков на коня, прыжковых упражнений. Грубо говоря, взрыв, вот это движение, ты делаешь очень легко. Да, скорость должна присутствовать такая, но не так вот, а ты должен начать плавно. Чик, оторвался, чик, оторвался, чик, оторвался. То есть начало движения должно быть немножко плавно, чтобы не было срыва. Тоже важный момент, потому что очень умный, даже уровень кандидата мультироспорта допускают такие ошибки, когда начинает резко опускаться сет, и получается, что они отпускают штангу, и в тот момент, когда надо выполнять посыл, она их прибивает, скажем так. Ну, тут, конечно, не поймешь, над чем работать. Гасится вся мощь посыла. Чтобы паузы не было, ну, в целом, даже хорошо. Когда мы вместе стали тренироваться с Данилой, он швунг вообще не умел выполнять. Практически никогда его не выполнял, поэтому так вот немножко нелиповат он поднимает. Несогласованно. Ноги еще не так работают, как нужно. Нет связки между работой ног руками. Давай повторяй, все разы. Пусть лучше долба ты поднимешь, не хватит сил. Зато правильно. Прыжки со штангой на плечах. Хорошее упражнение для взрывного, для отработки взрывного усилия. Выполняется в конце тренировки. Может выполняться даже после приседаний. Нужно максимально глубоко садиться и максимально попрыгнуть вверх. Ну вот и все. До встречи на следующих тренировках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...